Ну, статико сначала начинаешь, да? Вот он мне поставил. Я должен пригласить, раз, вот пробую. Теперь здесь его накрыть, здесь вот заводить. Первое что? Выдох, приглашаем. Левой рукой продолжаем усилить. Правая рука как бы создает внимание, точку опоры. И левая, потом еще его подбивает, подбивает и дорабатывает. То есть сейчас медленно, чтобы видно было, вы обходите его сознание, то защиту или нет? Когда это быстро, потому что он сам идет на поражение там и так далее и так далее. Денис Михайлович, а можно вопрос? У вас самого информация включилась? Или школа? Ну, школа передавалась. Во-первых, у меня прадед в 5 лет включил это. Он в свое время, бабушка рассказывала, да? Быки не тянут телегу на гору. Он их распрягал, брал эти. Ну так, телега, говорит, ощущение, что накатилась за нас. Вы слышите? То есть это в быту применялось всегда. Те люди, которые были более, скажем так, ближе к изначальному образу, у них это случалось силы гораздо больше, а мы с этим. А так, и там, посмотришь, даже на Горгенове, огромные камни, как они передвигали, подгоняли их, и так далее. Это же невозможно, то есть стороны это не могли сделать. А рестами все делали. Никаких там инопланетяй не предупреждали. Сказки, конечно, можно по-разному разговаривать, да? И человек просто мог. Включали звуковой резонатор, да? Когда включается звук, начинает, допустим, резонировать ваша грудная грудь с вами и так далее, он уже становится... Ну, дело сейчас в упражнении. Значит, снова стадик обратить внимание. Первое, что я делаю, приглашаю. А, ляс. Левая рука. Идет, просто создает условия. И правая рука. Пошла здесь. Все, по парам и медленно вот это... Субтитры работаю.